Здравствуйте! В студии Наталья Бруй. В ближайшие 20 минут я расскажу вам о главных событиях этой недели. На этой неделе сотрудники госавтоинспекции проводят акцию «Безопасные шины». Инспекторы ГАИ ориентированы на выявление нарушений технического состояния транспортных средств. В случае нарушений, виновные в установленном порядке будут привлекаться к административной ответственности. В том числе проверяется техническое состояние служебных транспортных средств и соответствие шин, установленным требованиям. В ходе акции силами милиции и общественной безопасности будут проведены профилактические беседы в трудовых коллективах и учебных заведениях. Госавтоинспекция Судского района 18-19 сентября проводит профилактическую акцию «Безопасные шины». В период проведения профилактической акции особое внимание будет уделяться техническому состоянию транспортных средств, а также соответствии шин, установленным требованием. В сентябре-октябре в белорусских аптеках ожидается снижение цен на лекарства. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Валерий Малашко. Снижение будет идти постепенно, но оно будет значительным. Уже к концу октября белорусы смогут сравнить цены и ощутить разницу как в государственных, так и в коммерческих аптеках. Снижение цен – это результат встречи на высшем уровне. Белорусская сторона заключила с индийскими производителями договор на трансфер медицинских технологий и поставку субстанций для отечественных фармацевтических предприятий. Это позволит в разы снизить стоимость оригинальных рекордственных препаратов, которые в частности поставляют европейские фармацевтические компании. Красиво закрыли мотосезон 2017 приняли участие байкеры с разных уголков мира, от ближнего зарубежья и до Саудовской Аравии. Это фактически все города Белоруссии, десятки регионов России, Литва, Латвия, Польша, Эстония, Финляндия, Великобритания и многие другие. Ощутили атмосферу грандиозного мотофестиваля, пожалуй, и те, кто далек от мотомира и знаменитых Харли Дэвидсон. Мотопарад от Кургана Славы к сердцу белорусской столицы, десятки интерактивных площадок, звезды эстрады и рок-концерт с участием президентского оркестра. Катание с ветерком на легендарных Харлеях, дрифт-шоу и поражающее воображение трюки на мотоциклах и крупнейшее в Европе кастом-шоу, на котором были представлены эксклюзивные байки и автомобили. ГАИ Минска области также приняла участие в закрытии мотосезона и представила новый мотоцикл БМВ, который послужит для правопорядка на дорогах. Мотоцикл относится к классу туристических эндуро с упором на преодоление бездорожья. Оснащен двухцилиндровым двигателем Ротекс мощностью 85 лошадок и шестиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 204 км в час, а разгон до сотни занимает всего 4 секунды. Екатерина Никитина, Святослав Логвин, Слуцк ТВ Виталий Бунас – новый председатель футбольного клуба «Слуцк». Ранее Виталий Степанович занимал должность заместителя Олега Кораневского, который покинул свой пост по соглашению сторон. С кандидатурой нового зампредседателя в Слуцком футбольном клубе пока не определились. В конце прошлой недели прошла внеочередная конференция, которая была посвящена выборам нового председателя клуба. И единогласно проголосовали за Виталия Степановича Бунаса. Виталий Степанович раньше занимал пост заместителя председателя нашего клуба, а сейчас он стал председателем. А что касается человека, который займет его место заместителя, это еще неизвестно. Этот вариант будет прорабатываться. Пока еще даже никаких кандидатур нет? Пока кандидатур нет. Но будет подбираться человек, который должен будет работать с бумагой. То есть он должен будет выполнять работу Виталия Степановича. Мне кажется, ему будет виднее, кто сможет справляться с его работой, так как справлялся он до этого. Новости компании. Еще один, но, пожалуй, самый долгожданный ювелирный магазин открылся в городе Слуцке. Салон ювелирных изделий Zika приглашает за новыми современными коллекциями украшений и часов, а также за позитивными эмоциями и специальными предложениями. Как известно, обручальное кольцо – непростое украшение, а потому к его выбору нужно подходить основательно. Лучше отдать предпочтение проверенным производителям. Огромный выбор обручальных колец предлагает сеть Zika. 9 сентября состоялось грандиозное открытие салона по адресу улица 14 Партизан, 15 дроп 1 в торговом центре Европарк. В ювелирном салоне Zika позаботились о том, чтобы покупатель чувствовал себя максимально комфортно. Ведь ювелирные изделия – это особый элитный товар. А приобретение драгоценных украшений – безусловно важное событие, и все должно соответствовать вашему моменту. Небывалый ассортимент ювелирных изделий и часов, эксклюзивные ювелирные шедевры, блеск драгоценных камней, вежливые и улыбчивые продавцы – вот спутники нового ювелирного магазина. Для покупателей день открытия стал днем сюрпризов. Каждый, кто решил разделить Zika праздник, смог окунуться в мир красоты и роскоши. Оригинальная фотозона, сотни номинований, качественных ювелирных изделий, огромный ассортимент моделей часов известных брендов – все это рассчитано на любой уровень дохода и на любой взыскательный вкус. Вот этим девочкам очень понравился открывшийся салон, о чем они поспешили рассказать нашей съемочной группе. Как известно, устами младенцев глаголит истина. Покупатели доверяют Zika, а их добрые слова в адрес магазина – прямое этому подтверждение. Очень внимательные, все сразу как-то много чего предлагают, все рассказывают очень подробно, чего производство, как это, чего. Объяснили, вот нам, допустим, там скидка 50%. Мы не поняли, что к чему. Вот нам молодой человек очень объяснил, популярно, хорошо, приветливая все. Если это будет каждый день, то это будет супер. Для постоянных покупателей, как и впрочем, для тех, кто впервые приобрел ювелирное изделие в Zika, действует гибкая система скидок, а проведение всевозможных акций и вовсе станет доброй традицией. Для нас открытие магазина в Слудске – это действительно знаменательное событие. И мы подготовили нашим покупателям замечательные подарки. При покупке от 500 рублей у вас будут серьги с бриллиантами в подарок. У нас также на весь ассортимент действует до 50% скидка и, возможно, рассрочка по таким картам, как халва и карта покупок. Будем рады вас видеть в нашем магазине. Собственное производство дает возможность установить низкие цены, гарантировать высокое качество изделий на каждой стадии производства. Мы считаем своим преимуществом это наличие собственного производства. У нас есть замечательный завод «Зорка», который может оперативно реагировать на все модные тренды. Мы также являемся официальными представителями многих часовых брендов, в том числе «Тесо», «Свизмилитари», и мы гарантируем качество наших изделий. Серьги, кулоны, браслеты, кольца, часы женские, мужские, ювелирные, детские изделия – все это можно прийти и приобрести в салоне Zika. А если вы не смогли себе подобрать заветное украшение, вы можете заказать его в интернет-магазине с доставкой на адрес салона в городе Слудске по адресу улица 14 Партизан, 15 дроп 1 в торговом центре Европарк. Магазин «Европа Микс», который находится по адресу улица Ленина, 212 А, это возможность одеться разнообразно и красиво, а также подготовиться к новому осенне-зимнему сезону так, чтобы не сильно ударило вам по карману. Работа магазина «Европа Микс» построена по четкому графику. Он открывается завозом нового товара и завершается полной распродажей. На каждый день существуют свои скидки и акции. К последнему дню размер скидок достигает 70%, после чего коллекция полностью обновляется и весь цикл начинается заново. Такая схема работы удобна для постоянных покупателей. Ведь цели у них разные, одни приходят за новинками, другие за экономией. И для каждой категории существуют свои счастливые дни. Кто же они за всегда-то из секонд-хендов? Давайте рассмотрим все категории. Охотники за эксклюзивом. Это посетители в поисках вещей оригинальных и нестандартных. Среди них немало людей обеспеченных. Модники и оригиналы хорошо знают, что в секондах можно найти настоящее сокровище – винтажа или подлинные бренды. Им не так уж важна цена, они караули дни новых поступлений, чтобы застать все самое вкусное. Если это про вас, приходите в первые дни продажи. Уверены, с пустыми руками вы не уйдете. Дешево и сердито. Скидки до 70%. Категория покупатель скромного достатка, для которых секонд-хенд – это возможность обновить гардероб за символическую цену. Их время – последние дни распродажи. Их награда – максимальные скидки. Золотая середина. Подобрал сегодня и купил дешевле завтра. Эти покупатели совмещают оба подхода. Они присматриваются к новинкам, но благоразумно откладывают покупку на потом. Если повезет и никто не опередит, ближе к концу распродажи им удастся получить приглянувшуюся вещь за меньшую цену. Как вы уже поняли, народ в секонд-хенды заглядывает самый разный. Студенты и пенсионеры, офисные работники и домохозяйки. Кому-то нужна одежда для дачи, кому-то для костюмированных вечеринок. Кто-то просто ищет что-нибудь интересное и не массовое. Каждый из них находит в Европа-Микс свои вещи. Внимание! В магазине Европа-Микс обновился товар к осеннему сезону. Здесь представлен широкий выбор джинсов, баек, а также теплой верхней одежды для детей и взрослых. Вы расчетливы и практичны? Тогда ждем вас в магазине Европа-Микс по адресу город Слуз, улица Ленина, 212А. Магазин медтехники, который располагается в здании Центральной районной поликлиники, рад предложить для своих покупателей огромный ассортимент товаров медицинского назначения. Экскурсия по магазину в репортаже нашего корреспондента. Расположение магазина на территории поликлиники предоставляет покупателям возможность, можно сказать, не отходя от кассы приобрести товар, который порекомендовал доктор. Вас приятно удивит огромный выбор товаров медицинского использования для дома, больниц и реабилитации, а также доступные цены. В нашем магазине медтехники представлен широкий ассортимент медицинской техники, товаров, медназначения, средств по уходу за лежачими больными, товары для будущих мамочек и их малышей, а также продукции для красоты и здоровья. Рассмотрим товарный ассортимент немного подробнее. Такое устройство, как тонометр, необходимо в каждом доме. Оно поможет в любой момент осуществить контроль уровня артериального давления, а также вовремя реагировать на его изменения. В данный момент небулайзер стал появляться практически в каждом доме, особенно в котором есть ребенок. Благодаря ему лекарства доставляются в верхние и нижние дыхательные пути, устраняя очаг воспаления. Таким образом, лечение кашля и других проявлений заболеваний проходит более эффективно. Для диабетиков необходимость изменения уровня сахара в крови является ежедневной. Именно глюкометры помогут совершать это просто и безболезненно. В магазине «Медтехника» представлен также широкий выбор ортопедических товаров. В эту категорию товаров входит бандажная продукция. Для реабилитации после травм и ушибов практически в любой области тела существуют бандажи разного уровня фиксации. В магазине представлена ортопедическая обувь как для деток, так и для взрослых, а также ортопедические стельки. Для профилактики и лечения варикозного расширения вен необходимо носить специальные антиварикозные изделия. Кроме того, в магазине вы найдете слуховые аппараты, аспираторы, термометры, медицинские грелки, аптечки, приспособления для полости рта, системы ионизации и очистки воздуха, а также многое другое. С недавнего времени в магазине медтехника появилась возможность для медицинских работников и учащихся медицинских образовательных учреждений выбирать для себя модную и комфортную спецодежду от компании «Стецкевич», которая разработала коллекцию медицинской и сервисной одежды премиум-класса «Санторини», обладающей эксклюзивным стилем и функциональностью. Коллекция «Санторини» способна удовлетворить самых взыскательных специалистов. Коллекция «Санторини» была разработана в 2012 году и на сегодняшний день является лидером данной области в Республике Беларусь. На сегодняшний момент коллекция «Санторини» насчитывает более 100 моделей, включает в себя женскую и мужскую линейку и состоит из огромного ассортимента халатов, блузок, брюк, курток, головных упоров. Широкая палитра цветов, высокопрочные ткани производства Англии и Японии с повышенным содержанием хлопка, сложным кроем, мягкотью и практичностью – главное преимущество коллекции «Санторини». Одежда рекомендована для частой стирки, более того, она не мнется и не вытягивается, что гарантирует сохранность цвета, размера и технических характеристик на протяжении всего срока носки. Благодаря особенностям конструкции модели позволяют выгодно подчеркнуть достоинства фигуры и обеспечивают максимальную свободу движений и комфорт. В 2016 году нами была создана новая линейка продукции «Доктор Шик». Коллекция, которая включает в себя мужскую и женские изделия и представлена в виде халатов и костюмов. Хотелось бы также еще отметить, что в нашей коллекции присутствует разделение на сезонность. Коллекция «Осень-зима» и коллекция «Веснолето». Предлагаемое разнообразие для сферы здравоохранения способно удовлетворить любые потребности. В ассортименте присутствуют как костюмы для хирургов, так и халаты для медицинских сестер. Предоставлены различные цветовые гаммы на выбор. Одной из самых основных тенденций в данный момент является создание принтов. Принты наши эксклюзивные, специально разрабатывались с помощью дизайнеров, художников. Они запатентованы и выпускаются исключительно под коллекцию «Санторини». Больше вы таких нигде действительно не увидите. Коллекция «Санторини» – идеальное решение для медицинской и сервисной одежды по разумным ценам. Каждая новая единица, каждая новая модель от задумки до выхода в продажу проходит очень много этапов, каждый этап ответственен. Каждую новую молнию, каждую новую кнопочку мы действительно тщательно подбираем, выбирая только самых лучших поставщиков. Мы имеем возможность создавать изделия очень высокого качества по довольно доступным ценам. Официально с преддвери нового учебного года. У нами разработаны две модели халатов для студентов, поэтому ждем вас за покупками. Приходите в магазин «Медтехника» по адресу улица Чайковского, 25. Вас ждет широкий ассортимент качественного товара и низкие цены. Здесь вы можете не только купить понравившийся вам товар, но и получить грамотную консультацию при его подборе. У нас действуют гибкие системы скидок, постоянно проходят акции и распродажи. Наш эфир продолжит еженедельная рубрика «Футбольный обзор». Дождливый день в Слуцке. Матч против «Динамо» Брест. Игра обещала быть тяжелой и жесткой. Большое количество грубых стыков и единоборств. Команды по-настоящему бились друг с другом на поле. После одной из таких разборок Павел Нехайчик и вовсе был вынужден продолжить игру в импровизированном шлеме. Слуцку особенно важно было выстоять в стартовый отрезок, поскольку Брестская «Динамо» – лидер этого сезона по голам в первые 15 минут матча. Но миссия не пропустить быстрый мяч могла быть провалена уже на седьмой минуте. Лишь милосердие и неточность Артема Милевского спасли Сахарных. В защите Слуцк выставил низкий блок, сохраняя компактность и стараясь свести к минимуму разрывы в линиях. Сверхкреативная тройка брещан в нападении Милевский-Торрес Нехайчик исправно терроризировала Сахарных своими постоянными перемещениями и разрезающими передачами. За этим броуновским движением атакующего трио гостей было интересно наблюдать, но оно не приносило дивидендов. Слуцк закрылся на своей половине на все замки и грамотно отбивался от налетов брестских разбойников, словно персонаж Макалея Калкина в фильме «Один дома». Однако фирменные контратаки Слуцканам не удавались. Синие-белые перекрыли кислород контрам хозяев, поэтому первая половина матча в их исполнении была бессодержательной в атаке. Чего не скажешь про тайм второй. После перерыва Слуцк вышел заряженным на борьбу и более нацеленным на ворота соперника. Наверняка сработали чудодейственные разговоры Павлова с командой в раздевалке. Теперь сахарники действовали с позиции силы, вдавливая Брещан в их штрафную. И если футболисты Павлова заметно прибавили по ходу второй половины встречи, то парни Владимира Журавля откровенно сдали. Под мощным давлением динамовцы проигрывали сопернику во владении, единоборствах и, что важнее прочего, психологии. Правда, пара опасных контратак в исполнении Брещан могли кардинально изменить ход встречи, но Слуцк сумел дожать просевшего оппонента. Вышедший на замену Александр Сафонов, окрыленный доверием тренера, заставил городской взорваться. На 90-й минуте украинский футболист сотворил волшебный гол, красоты которому добавило эмоциональное и трогательное празднование. Что тут скажешь? Романтика. У меня неплохой удар, я стараюсь всегда без дальних дистанций. Сегодня получилось, забил. Жена приехала с Украины, я признал, что она пришла, она хоть себя очень плохо чувствовала, пришла, поддержала. И мне, как главный мой болельщик, я был рад этому очень. За такой гол красавец боссы сахарного комбината должны пожизненно обеспечить Сафонова своей продукцией. Ведь благодаря ему Слуцк забил в шестой игре подряд и повторил таким образом рекордную для клуба голевую серию матчей в этом сезоне. Я от него ожидал, я его выпускал с усилением на то, что у него хорошие дальние удары. У него хороший удар поставлен, поэтому то, что мы с ним договорились, то он и исполнил. То есть на 100% вышел, решил ту задачу, которая перед ним была поставлена. Мы видели, что поле мокрое, удар у человека поставлен, я попросил его, чтобы он из глубины по возможности завершал. Поэтому он так и сделал. Мы старались просто сыграть трога в обороне. Ну, естественно, почувствовали возможность, что можем забивать, есть моменты, начали создавать более-менее. Поэтому я ребятам сказал, чтобы они успокоили игру, создавались по возможности моменты и завершали. Во втором тайме, видите, они добавили бойцовский хач, особенно после того момента, когда судья не назначил пенальти. Наверное, ребята еще больше разозлились и добавили в движение. Моментов очень много создавали. Я считаю, что все поделали. Именно в таких противостояниях проявляется бойцовский характер команды, когда футболисты терпят в обороне, используют свой шанс в атаке и вырывают победу в ничейной игре у более качественного по составу коллектива. Слуцкий тоже хорошая команда, не зря на верху турнированной таблицы, поэтому они начали прессинговать, доминировать во втором тайме, и это получилось. Где-то подсели мы, где-то тоже накрывали нас, дали спокойно начинать атаки, поэтому это их заслуга, мне кажется, а не то, что мы там плохо готовы физически. Хорошо знали, как будет играть Слуцкий, в принципе, они таки действовали, но моменты все равно создавали. Просто подвела реализация. Во втором тайме, да, уже у Слуцкого были хорошие моменты, также отличиться, но, опять же, забив в первом тайме гол, там во втором, опять же, эти моменты, то возможно, что-то было бы по-другому. Но игра была ничейная, и Слуцкий здорово действовал, особенно во втором тайме, мы, кажется, неплохо играли. Матч стал символичным и для Игоря Бабко. Капитан Сахарных провел сотую игру за Слуцк в высшей лиге. Партнеры поздравили победой, болельщики – памятными подарками. Меня очень здесь любят болельщики, я их тоже, поэтому, как бы, я очень рад, что меня так поздравили, такие подарки, сувениры классные. Поэтому, то есть, ребята меня в клубе все поздравляли, родные, близкие, своей семье привет люблю. Поэтому все здорово, 100 матчей в высшей лиге, я, если честно, никогда об этом раньше не думал. Но так случилось, я очень этому рад, буду дальше стараться играть. Кто знает, может, Бог даст здоровье, я и до 200 матчей доиграю, поэтому буду стараться. После виктории Слуцка и неожиданного поражения Немана в матче с Нафтаном, битва за четвертую позицию в таблице обострилась до предела. Борьба за потенциальное место в лиге Европы обещает быть не менее интересной, нежели погоня за чемпионством. В следующем туре Сахарники отправятся на Борисов арену. Слуцк не проигрывает в гостях на протяжении шести матчей, а победа над Брестом придаст команде дополнительной уверенности. Александр Моцирук, Игорь Стрижкин, Слуцк ТВ.